Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Наталья. Я переехала в станицу Гастагаевскую полгода назад. Но если это была авантюра с переездом, то очень хорошо спланированная. До этого два лета подряд, по месяцу я приезжала сюда, контролировала стройку и собирала всю информацию, какую только возможно, и о жизни в станице, и о садоводстве в том числе. Я разговаривала с местными людьми, смотрела их огороды, с теми, кто приехал пять лет назад, с теми, кто приехал недавно. Имея дипломы ландшафтного дизайнера и базовые знания в этой области, и садово-огороднический опыт десятилетний, я попыталась обобщить все эти знания, которые получила, здесь, на своем участке. Вот дом построен, и перед многими встает вопрос, что делать дальше? А дальше вы будете создавать свою собственную вселенную на шести сотках. Ну, как всякая вселенная, она живет по своим законам, и вам желательно их соблюдать, для того, чтобы получить гармоничный участок. Если мои советы вам помогут или подскажут, может быть, вы мне что-то подскажете в комментариях, я буду этому очень рада. Прошу прощения за то, что мой участок только обустраивается, еще идут садово-огородные и благоустроенные работы, но не судите строго. Считайте, что это схематичный план или чертоз. Прошу вас. Можете посмотреть на соседний участок. Он находится примерно в таком же состоянии, в каком находился и мой. Строительная компания его вспахивает, но желательно после этого еще раз скопать землю мотоблоком, выровнять участок и распланировать его на зоны. Это необходимое правило, чтобы ваш участок выглядел гармонично. Тем более он маленький, поэтому зонирование здесь будет достаточно интересное. Вот мы находимся в так называемой парадной зоне участка. Это дорожка, которая ведет к дому. Ваши гости должны заходить сюда и видеть красивые цветы, яркие кустарники, какие-то необычные формы. Поэтому круглый год эта зона должна радовать глаз и вас, и ваших гостей. Желательно здесь посадить хвойники, розы, яркие цветы типа лилий, клемаписов и прочее. Никаких лишних вещей здесь быть не должно. Никакого строительного мусора, никаких посторонних предметов. Только вазоны и цветы. Вид из окна тоже предполагает какую-то парадную зону. Забор нужно обязательно закрыть либо плетистыми розами, либо хвойниками, либо какими-то еще красивыми декоративными кустарниками, которые будут радовать вас все лето, а желательно и в зимний-осенний период. Не менее важную роль в планировке вашего участка играют дорожки. Вы должны понимать, где пройдут основные дорожки, ну вот как у меня, например, вот эти большие широкие, а где вспомогательные, огородные дорожки, как можно минимизировать процесс, на чем-то сэкономить, но на чем-то выложиться, потому что иначе это будет некрасиво. Как только вы поймете, где пройдут ваши дорожки и сделаете план, разметку, схему, либо отсыпите их, либо замостите, тогда это значительно упростится планировка участка, и вы сразу уже будете видеть разбивку по зонам. Сначала начинайте с планирования дорожек. Следующая зона хозяйственная. Где вы ее сделаете? Это ваше право, но главное, основное требование к этой зоне. Она должна быть скрыта от посторонних глаз. Здесь находится парник, если его можно скрыть. Вот у меня дверь нельзя, с одной стороны он все равно будет виден. Какие-то строительные вещи, вот это мое рабочее место. Здесь я работаю с землей, здесь у мужа камень для мощения лежит. Здесь будет стоять компостная куча, мусорный бак и прочие всякие ненужные бочки, которые желательно либо задекорировать, я, к сожалению, еще не успела, прошу прощения, либо скрыть какими-то либо ширмами, либо зелеными экранами, либо кустарниками, либо быстро растущими деревьями, чтобы ваши гости не наблюдали как бы изнанку вашей хозяйственной жизни. Отдельно хочу сказать по парник на юге. Нужен он и здесь или нет? Мнения разделились, половина людей говорит, что да, половина нет. Я для себя решила, что он нужен. Объясню вам почему. Здесь зона очень сильных ветров. Бывает светит яркое солнце, но дует очень сильный ветер, а иногда и жутко холодный. 25-30 метров в секунду не каждое растение выдержит. Поэтому парник вам нужен сначала для того, чтобы высаживать рассаду или сделать какие-то свои работы в защищенном от ветра месте. А потом, когда вы высадите все, посадите первые огурцы и помидоры, прикрывать их от солнца, чтобы они не сгорели, потому что у многих огурцы здесь просто горят под ярким южным солнцем. Поэтому парник здесь не надо сильно усиленный от снега, от чего-то основного. Здесь нужен парник только от ветра, ну и от холодных температур, ночных, когда у вас есть декоративные цветы, как я выращиваю, очень теплолюбивые. Поэтому пока они не наберут свою силу, чтобы их можно было высадить в озону, я их держу в парнике. Зона огорода и сада у меня разбитая. Ее можно совместить, а можно разделить, как у меня. Но у меня просто так получилось по особенностям участка. Второе правило для планировки участка. Вы должны четко знать ориентацию участка по сторонам света, это обязательно, и освещенность участка. Не всегда это одно и то же. Какие-то строения, заборы, навесы. Вот это у меня южная сторона, но за навесом там очень мало солнца, а здесь солнце круглый день. Поэтому мне пришлось в зону огорода вынести сюда, потому что по определенным причинам эти растения должны находиться на солнце целый день. Кто-то хочет выращивать в южных условиях виноград, он должен расти в самом солнечном месте участка, хорошо освещенном, чтобы было жаркое-жаркое солнце. Поэтому имейте это в виду. Виноград не будет расти, не в тени, он будет только давать плети, но ни ягод, ни шикарной листвы вы никогда от него не дождетесь. Зона, которая находится за моей спиной, ведет прямо от веранды. Называется зона отдыха. Зона отдыха может совмещаться с детской площадкой, у кого есть дети, но обязательные условия для зоны отдыха. Во-первых, если рядом с ней детская площадка, родители должны видеть своих детей. Зона отдыха должна находиться в зоне достигаемости, видимости детской площадки. Бассейн относится то же самое, если у вас дома есть дети. Зона отдыха обычно располагается в тенистых местах, где приятно отдохнуть, посидеть с друзьями, сделать барбекю. Она еще называет иногда зоной барбекю. Ее тоже желательно окружить клумбами с красиво цветущими растениями. Желательно подбирать такие растения, которые будут вас радовать круглогодичным цветением, начиная с ранней-ранней весны до поздней-поздней осени. Ну и последняя зона на моем участке – это зона сада. Зона сада и лужайка. Ну, про сад говорить нечего, то есть каждый тут по своим разумениям сажает деревья. Не старайтесь посадить много, потому что, во-первых, они будут мешать друг другу расти, во-вторых, есть такое действие, как прививка. На одном дереве, если у вас маленький участок, можно привить до трех-пяти сортов разных фруктов. Поэтому посадите одно дерево, сделайте прививку. Тут есть люди, которые могут научить, и даже среди переехавших очень много, и будете иметь полноценный сад. Про лужайку. Значит, здесь очень жаркое лето, лужайки выгорают, их надо все время поливать. Значит, нужно выбрать такой тип лужайки, который будет неубиваемый. Это ползущий клевер, либо еще есть газонная трава, которая используется для футбольных полей. Ну, вот я попыталась посеять клевер, как видите, всходит он, но не очень активно. Ну, я его поливаю и не теряю надежды. Для тех людей информация, которые думают, что посадил лужайку, не надо за ней ухаживать. За лужайкой надо ухаживать не меньше, чем за всем остальным садом. Хочу рассказать еще о таком понятии при планировке участка, как видовые точки. Название это очень задумчивое, но на самом деле все очень просто. Из какой точки, что вы хотите видеть на своем участке. То есть, то, что бы вам радовал глаз. У меня две рядовые точки. Одна рядовая точка с веранды. Это площадка, клумбы и огород. Поэтому он должен быть в безупречном порядке. И вторая рядовая точка для меня и моих гостей, когда буду собираться в зоне отдыха, это рядовая точка на зону сада, на огород и на клумбы. Поэтому все это тоже должно радовать глаз. Яркими цветами и непрерывным цветением. Ну вот, дорогие зрители, на сегодня краткий курс вхождения в ландшафтный дизайн окончен. Если вам интересно, есть какие-то вопросы, я могу снять еще несколько роликов на интересующие вас темы. Пишите. А так смотрите нас, мечтайте и делайте. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok